Начальник отдела образования Юлия Соломенникова отметила, что в прошлом году в районе были сохранены все формы детского отдыха и оздоровления. В июне 2015 года работали 19 центров дневного пребывания детей, в которых отдохнуло 1600 детей. Лагеря труда и отдыха были организованы на базе шести общеобразовательных учреждений с общим охватом 111 детей. Также летом функционировали пять профильных лагерей, где отдохнули 180 детей. За летний период работы лагеря КАМА были организованы четыре смены с общим охватом 264 человека. В селе Куянова при подростковом клубе «Сплав» Комитетом по делам молодежи был организован профильный спортивный лагерь дневного пребывания «Спартак» с охватом 45 детей. Также в июле 2015 года в летнем профильном военно-патриотическом лагере «Оперативник» отдохнуло 50 подростков. Всего охват в летнюю оздоровительную кампанию 2015 года по линии Комитета по делам молодежи составил 95 подростков. Как и в прошлом году, «Спартак» планирует организовать отдых для 45 детей, а «Оперативник» для 50 подростков. План работы в этом направлении отдела образования района и Комитета по делам молодежи соответствует задачам, которые были поставлены перед муниципалитетами правительством республики. Это отметила заместитель главы администрации района Лира Мустаева, доводя до участников заседания задача по организации отдыха детей в республике. Она же озвучила стоимость путевки в лагерь Кама, которая составит 15 687 рублей. В зависимости от места работы родителей, определенная часть от ее суммы будет возмещена из республиканского бюджета. Также были утверждены стоимость пребывания детей в летних трудовых лагерях и профильных лагерях. О планах по организации отдыха детей доложила и главный специалист органа опеки района Ольга Зюзина. Начальник отдела культуры района Эльвира Махатаева отметила, что перед ведомством стоит задача увеличить охват детей до 2700 человек. Для реализации этой цели планируется сохранить практику работы игровых площадок при каждом сельском доме культуры. Также этим летом служба занятости населения района продолжит работу по направлению организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. По словам Эльсии Арганиевой, ко временной занятости планируется привлечь 186 подростков. Вместе с тем, для достойной оплаты их труда требуются дополнительные средства, поэтому прозвучала просьба рассмотреть вопрос о выделении денежных средств из местного бюджета. Рекомендации и требования по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности детей в период оздоровительной кампании изложила начальник Нефтекамского территориального отдела управления Роспотребнадзора Лилия Акбашева.